Привет, мои хорошие! С вами Беликова Алла. Хочу показать вам мои петунии. Вообще, что делаем с петуниями. Ну, цветут, все хорошо. Ну, вот видишь, вот такие вот, которые уже отцвели, отцвели, их надо убирать. Вот такие вот. Видно, нет такие штучки на солнце. То есть вот эти все, которые уже отцвели, их нужно прям обрывать и убирать. Ну, вот хорошо, когда такие гортензии, да, убрали. Ой, гортая я не говорю петунии. Убрали все вот эти вот штуки. Такую красоту убрали. Которые уже плохие стали. А есть вот такие, вот, которые цветут уже очень давно. И настало время их обновить. Как будем обновлять. Потому что здесь, видишь, оно цвело все большой шапкой. Сейчас уже будем стричь. Берем. И вот так вот. Сердце, конечно, кровью обрывается. Но надо убирать то, что уже давно уже надо было постричь. Ну и вот эти все тоже, которые отцвели, их тоже убираем. Вот. И сейчас буду подкармливать. Покажу вам, как комплексным удобрением 20-20-20 или ну посмотрю, или какое есть из комплекса для того, чтобы она возобновила цветение. Через две недели она снова начнет цвести. Вот один оставим. Все вот эти вот плохие все убираем. Тоже, естественно. Потому что она у меня самая первая зацвела. Вот эта красотка. И уже у нее нету сил цвести. Но сейчас мы ее обновим. И все. Она начнет дальше. Вторая волна цветения у нее будет. Все вот эти вот плохие желтые тоже убираем. И подкармливаем. Хотя я подкармливала ее. Ну, я их подкармливаю примерно через день. Ну, вот видишь, уже очень много цветоносов отцвели. Как я их не убираю, но у нее их очень много. Она молодец. Вот эта вот петунька у меня. Очень красивая была волна лавина. Ну, сейчас ей надо помочь. Помочь зацвести и похорошеть дальше. Ну, в общем, вот такие дела с петуньей. Если у вас тоже есть такие петушки, пишите, ставьте лайки. И давайте обрезать вместе. Жалко, конечно, но что, она, видишь, уже не в силах. вот эти старые ветки. Старые, старые, которые уже не в силах цвести. И сейчас пойдут, вот эти все убираем. И пойдут сейчас новые у нее отростки. Моя, моя самая первая петунька, которая зацвела в этом году. Вот сейчас уже, видишь, что, на обрезку. И еще, конечно, есть другая тоже, куда я ее поставила. покажу. Так, вот это тоже цветет, это хорошо. Помой? Да. И вот еще одна, ступенечка здесь побольше встала. Которые тоже надо будет обрезать уже. рано. Нет у нее цветоносов. И тоже ей надо помочь. Это вегетативная. То же самое. Хотя я ее уже маленько обламывала. Я ее обламывала, но сейчас надо обрезать. Вот таким образом по краю прям горшка. Как бы не хотелось, но надо. Ну и самое главное теперь их подкормить, чтобы они не испытывали голодание. Подкармливаю я обычно утром. С утра встаю, пока все спят. Я развожу удобрения, опрыскиваю, подкармливаю. Может получится сейчас вечером. Вот один оставлю для любования. Ну и вот как делают нашу веранду. Уже осталось немножко моя собака Лика. Покажу еще немножко, как цветут другие мои питуньи. гортензии тоже зацветают. Надо прибираться здесь. Это Тайдал Сильвер. Мощно будет. Шапкой тоже сейчас убирать буду все цветоносы. Вот эти вот отсветшие. А это вегетативная питунья. Смотри какая. Так, это вот такая же, которую я уже показывала. А это Тайдал Черри. Большой будет мощный для него. Большой горшок выбрала. И этот Тайдал Черри вместе его с лобели посадила. Но лобели он немножко забивает. Он только разрастается. Вот все. С вами была Беликова Беликова. Подписывайтесь на мой канал. Если не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот видишь тоже белоснежная красавица снежная королева моя. То же самое убирать надо регулярно вот эти вот отсветшие, потому что уже они вид портят и на семью. Но не должна петуния должна же цвести нас, радовать, а не отдавать все свои силы на семена. Вот у нее такие семена. Поэтому вот так вот уход за петунией такой уже после первого цветения. Если у вас так же как у меня уже отсвели, то стрижем. А это поставим сейчас в вазочку и будем любоваться. Все. обнимаю всех, целую. С вами была Велика Увала. До встречи на моем канале.